Несмотря на холодное начало лета и засушливый июль и август, урожай картошки в Латвии будет хорошим. Но цены покупатели не порадуют. Если смотреть по регионам, то засушливая погода сильнее всего повлияла на урожай картофеля в Курзема и Латгалии, где он будет меньше прошлогоднего. Но зато в центральных регионах урожай картошки будет больше. Так что в целом по стране ситуация хорошая. Хватит и для внутреннего рынка, и даже на экспорт. Однако цены на картошку вырастут на 15% по сравнению с прошлым годом. Дело в том, что и в Латвии, и в Европе картошки выращивают все меньше. В среднем, я думаю, где-то 19% уже снизилось в гектаре насчет выращиваемой продукции. И это означает, если в последние годы цена на картошки была меньше, чем стоимостью, это означает, что просто меняют культуры и начинают выращивать зерно или овощи. И просто христиане не хотят терять деньги. И это означает, что многие больше не выращивают эту картошку. Нелегалы продолжают штурмовать границы Латвии. Так, 24 и 25 августа в Карсовском крае были задержаны 16 вьетнамцев и два их проводника. Как сообщает государственная погранслужба, утром 24 августа пограничники обнаружили следы на контрольной пограничной полосе в районе заставы Гребнево. И в 7 километрах от границы задержали в лесу 8 иностранцев. А утром 25 августа в болоте Салонеки в 5 километрах от границы были задержаны еще 8 вьетнамцев, а также их проводники – граждане России. Нелегалы отправлены в Центр размещения иностранцев, а россияне переданы госполиции. Ремонт во многих школах Латвии не будет закончен к началу учебного года. Только в Елговском крае 7 таких учебных заведений, столько же и в Риге. В Сесовской начальной школе первые дни учебного года будут нелегкими. В корпусе, где находится гардероб, блок питания, кабинет труда, туалеты и часть учебных помещений, идут строительные работы. И закончатся они только в середине сентября. Дата 16 сентября. Но блок питания и санитарные, и помещения общего пользования должны быть готовы к 1 сентября. И мы будем за этим строго следить. И школьникам начальной школы Айспута придется мириться с шумом во дворе. Деоремонтные работы начались только две недели назад. В школах такие задержки с ремонтом объясняют бюрократическими проволочками во время строительных закупок. Латвийское общество врачей и детская клиническая больница между тем накануне заявили, что детям находиться в свежеотремонтированных помещениях вредно. Это подвергает их риску астмы или аллергии. И рекомендуют родителям продлить каникулы для своих детей.